Продолжение следует... 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 вместе с пиком и легкого потом собственно специфичный да такая опухоль плевропульмональная областома собственно пульмонарная либо как это сказать по-русски легочная интимальная саркома наверное легочной артерии но она просто в пределах легкого тоже может локализоваться в крупных сосудах потом собственно говоря врожденная перебранхиальная миофибробластическая опухоль и первично легочная миксоидная саркома вот соответствующий перестройка и wsr 1 cr и b1 это вот собственно фузия которая происходит в результате этой перестройки но сейчас мы немножко подробнее в этих вариантах поговорим начнем с гомортомы исхандромы как бы первый принцип который мне хотелось бы сразу как бы осветить это тот факт что в принципе гомортома да и само слово гомортома она подразумевает под собой некоторую мальформацию да то есть неправильно сборки и вообще как бы термин гомортоматозность используется именно обычно в этом контексте а в принципе если подходить чисто гистологически гомортоме легкого то это в общем сильно так то есть мы видим узел данного образования в легком которая представлена смесью который смесь этих тканей разным образом скомпонована смесью тканей характерных для этого же органа то есть вы видите вот на собственно говоря на первые микрофотографии и эпителий респираторного типа вы видите хрящ который вполне встречается в стенках бронхов да вы видите жировую ткань фиброзную ткань разной степени зрелости как ну какие-то участки как более примитивные мезенхемы выглядят то есть в принципе все все эти виды ткани они в общем характерны для легкого но неправильным образом организованы и в общем-то в принципе изначально это и считалось мальформации однако потом удалось найти там определенные перестройки генетически это в самом транслокации разного видов у разных пациентов которые позволяют в общем подтвердить все таки в большей степени опухолевую природу вот этого новообразования вот но это в общем то не единственный пример в принципе когда пересматриваются взгляды на то является образование в большей степени как бы пороком развития или в большей степени именно неопластическим клональным процессом вот ну это в общем новая информация но в принципе известно и давно было и до того как она появилась что тем не менее клинически это образование течет доброкачественно это в общем самое главное и достаточно его собственно иссечения практически вылучивание узла и в общем редко когда обнаруживаются рецидивы после успешного иссечения вот ну и в общем близкая по свойствам образования к гамма артоме это хандрома легкого в принципе отличие заключается в некоторых тонкостях гистологических в большей степени ну то есть хандромы тут в общем особенно не возникало вопросов она в большей степени клональная либо мальформационное данного образования но здесь вот гистологические тонкости в дифференциальном диагнозе это как правило вот отсутствие этих инвагинатов эпителия до характерных для гамма артомы и конечно из всех мезонхимальных компонентов нетрудно догадаться исходя из названия преобладает в основном хрящ зрелый то есть главное нам с вами убедиться и в том и в другом случае что ну нету таких абсолютных признаков злокачественности до абсолютных в смысле там а типичные метозы например да или что например в лакунах вот хряща там содержится там шесть семь восемь то есть большое количество хондроцитов да то есть этого как бы мы с вами видеть не должны а другая вариабельность как например там вот костная метаплазия которая кстати на второе микрофотографии видна это в общем вполне себе может встречаться и не всегда скажем так категоричен строгий дифференциальный диагноз между этими двумя новообразованию потому что в принципе прогностически они очень близки и подход к ним тоже более или менее одинаковый вот ну вот еще тут есть на слайде одна такая тонкость это в общем триада корнея как бы в общем все наверное слышали про синдром корнея вот но как раз вот триаду корнея не стоит путать синдромом корнея потому что синдром это именно как бы генетический такой связан с мутацией до синдром триада корнея это синдром который действительно ассоциирован с тоже с некоторыми генетическими нарушениями но не с мутацией во всяком случае не с граминативной мутацией он связан с уже изменениями регуляции действия гена то есть с эпигенетической регуляции активности гена это в общем проявлять этот синдром хондромой легкого параганглиома которая локализована вне надпочечников и гастроэнтестинальной с термальной опухолью вот собственно такая триада ну чаще всего именно в ее контексте и имеет место хондрома легкого но поговорим сейчас о пикоматозных опухолях собственно говоря почему я тут в кавычке взял это слово потому что понятно это такая просто транслитерация вот в общем с английского языка имеется ввиду опухоль из так называемых переваскулярных как бы клеток вот замечено было давно что в общем эти опухоли проявляют двойную дифференцировку то есть они окрашиваются при моногистохимическом исследовании маркерами как гладкомышечными так и нацитарными причем как бы это широкий спектр нацитарных маркеров и s100 и мид и чем б 45 и мелан а то есть в общем это довольно подозрительно и при неоднозначной морфологии когда приходится дифференцировать с меланомами да что вполне тоже себе можно встретить в легком это реально может объективно быть проблемой однако все таки вот скажем экспрессе гладкомышечных маркеров в данном случае помогает она все-таки не характерно для меланом ну и тем не менее морфологически тоже в общем все-таки к счастью в подавляющем большинстве ситуаций они все-таки морфологически отличаются от скажем так от стандартных меланом ну чаще все конечно меланомы в легком это все-таки не первичные да из эктопической ткани а все-таки метастатические вот и вот собственно говоря эти вот пикоматозные опухоли они как бы представляют из себя группу опухолей для легкого характерны две основные разновидности это вот лимфоангиолеомиоматоз и вторая это собственно пикома но лимфоангиолеомиоматоз собственно из названия следует уже это как бы нетрудно догадаться что это диффузный процесс в виде как бы такого узелкового поражения легкого но кроме таких узелковых пролифератов еще и происходит образование кист что сказывается на рентгенологической картине то есть это как бы уже иногда можно заподозрить и рентгенологически заболевание в общем нехорошее если как бы посмотреть в возовскую классификацию то в последнем мы в общем долго думали как это растянивать как какой-то реактивный процесс как опухоль с неопределенным потенциалом злокачественности а теперь вот даже собственно классификации легкого последний а там стоит значит указатель что это дробь 3 то есть что это как за качественные опухоли процесс следует трактовать собственно это связано с тем что он действительно как бы в общем прогрессирует довольно быстро и что самое неприятное трудно как-либо его контролировать но во всяком случае там стандартная химиотерапия уж точно не к сожалению не помогает однако к счастью все таки удалось выявить некоторые вот генетические поломки которые представлены на слайде это собственно мутация в генах как бы туберина первого и второго но чаще второго чем первого и в общем известно что туберин как раз собственно говоря ну это белок ген которого мутирует при туберозном склерозе собственно это синдром такой который связан именно с герминативной мутацией и в общем в данном случае лемфоангиолеомиоматоз это не единственная опухоль которая таких пациентов возникает в том числе у них например имеет место дисплазия собственно говоря вещества головного мозга и потом с дальнейшим развитием глиом поэтому это в общем такой достаточно неприятный синдром который при котором пациент страдает сразу от разных опухолей и часто трудно поддающихся терапии и быстро этот синдром приводит к полиорганной недостаточности вот но тем не менее вот да есть одна зацепка все таки в этом каскаде молекулярном активируется белок мтор вот и у нас к счастью есть все таки хотя бы блокаторы мтор вот этого сигнального пути вот то есть это эверолимус там сиролимус сиролимус которые вот сейчас последнее время применяются ну вот да как бы вторая категория это собственно с пиком это как правило солитарное образование легкого она вот как вы видите да на данной микрофотографии морфологически отличается от лимфангиолеомиоматоза ну вот ее одна из собственно старых названий это сахарная опухоль как раз вот это название она в общем передает в общем-то ее морфологию это такая опухоль из клеток эпителеоидных со светлой цитоплазмой стоит помнить что как бы у нее есть два варианта то есть это доброкачественный злокачественный вариант злокачественный вариант характеризуется наличием метозов большого количества либо типических метозов некрозов и выраженного клеточного полиморфизма ну вот еще стоит как бы может быть такую одну ремарку внести что в принципе да вот к этой такой крупной группе пиком еще относится ангиомиолипома почки в принципе и у нее тоже как бы в этой опухоли хотя из названия следует что она состоит в основном несколько из других компонентов мягкотканных да то есть там жировая ткань сосудистая глоткомышечная в меньшей степени вот представлена таким вот светлоклеточным паттерном как это в легком происходит тем не менее там светлоклеточный тоже такой компонент встречается в почке например это бывает проблема если он выражен дифференциального диагноза светлоклеточным раком почки если мы в легком видим вот такую картину это тоже кстати вопрос вот не метастаз летосветлоклеточного рака почки то есть это тоже как бы является проблемой ну и наверно последнее что я хотел бы отметить есть еще такое состояние лимфоангиоматоз легкого который не имеет никакого отношения к пикомом и ну я уже об этом да вот когда демонстрировал классификацию говорил что как бы не следует его путать ну и там как раз собственно говоря суть этого процесса заключается именно в пролиферации лимфатических сосудов в диффузной пролиферации тоже в общем состояние малоприятное трудно поддающиеся какой-либо терапии вот но там дифференциально диагностическим является то что вот эти характерные именно для как бы пикоматозный групп опухолей маркеры они являются негативными да то есть это как раз например меланцитарные маркеры то есть мышечные то там будут позитивны а вот скажем меланцитарные нет и также не будет наблюдаться как правило экспрессия рецепторов к эстрогену поэтому это вот как раз позволяет нам как-то дополнительный метод разграничить эти состояния ну в общем перейдем к следующей категории мягкотканных опухолей поговорим об интимальной саркоме легочной артерии ну в общем конечно это вопрос насколько это уж так характерная для легкого опухоль тем не менее на в классификации значится она в общем привязана к крупным сосудам ну понятно что просто поскольку в легком крупные сосуды есть да собственно легочная артерия то ее там можно так или иначе встретить обычно она как начинает образовываться в просвете сосуда ну в стенке сосуда так она обычно там и остается и там самое в общем неприятное ее осложнение это то что она приводит собственно к облитерации просвета сосуда и также грозит эмболии то есть это в общем так и больше клинически достаточно серьезное осложнение вот тем не менее сарком в общем является злокачественной достаточно неприятный прогностически вот диагностически это непростая ситуация с гистологической точки зрения нам здесь больше степени вот как раз клиника помогает да то есть локализация крупных сосудах вот плюс такой вот молекулярно-генетический тестинг то есть все таки в этой саркомии выявлены определенные более менее специфичные поломки это как правило амплификация например mdm2 которую можно методом фиш выявить ну и также амплификация некоторых других генов вот которые собственно представлены на слайде причем ну стоит отметить что саркома как бы является достаточно редкой это пример той опухоли для которого на пронес существует стадирование вот ну собственно вот практически все опухоли о которых мы сегодня с вами поговорим вот таких редких специфичных для легкого они настолько уникальные редкие что для них тяжело с в общем какой-то разработать универсальный подход стадирования ну в общем следующая опухоль о которой стоит сказать это плевропульмональная областома это одна из эмбриональных опухолей также как есть там гепатобластома собственно говоря опухоль вильмса это вот еще одна эмбриональные опухоли она возникает у лиц детского возраста и как бы в ее уже дефиницию заложено формирование кистозных или солидных участков либо и того и другого и в зависимости от этого она собственно говоря и классифицируется до на три варианта первый второй третий первый чистокистозный второй смешанный солидным а третий это солидный компонент ну и в общем морфологически таким пожалуй характерным признаком является то что она напоминает батреоидную опухоль то есть эмбриональную рабдомиусаркому гистологически вот это как раз видно на данной микрофотографии то есть вот под эпителием таким примитивным в общем альвеолярным располагается так называемый комбиальный слой клеток мезонхимальных примитивных собственно из которых она и развивается и дальше растет благодаря делению этого слоя комбиального вот и ее стромах часто характеризуется миксоматозом отеком в общем в этом она похожа а дальше уже по мере своего как бы развития она может дифференцироваться в разные направления абсолютно то есть первая гидрологическую дифференцировку но рабдоидная чаще встречается однако могут быть и другие мягкотканные там костная хондроидная дифференцировки вполне себе могут встречаться потому что это достаточно такие полипатентные клетки мезонхимальные ну важным тоже как бы является параметром это то что в общем при этой опухоли описана герминативная мутация опять же вот этого собственно указанного гена dice r1 это в некотором роде уникальная ситуация потому что это собственно первая такая герминативная мутация которая вообще была описана которая в свою очередь кодирует белок который потом является энзимом связанным с переводом в активную форму микро рнк то есть вот что касается микро рнк до его модификации это вот была первая такая герминативная мутация участвующая в его процессинге или наоборот нарушение процессинга и ну собственно говоря конечно выявление этой мутации позволяет дополнительно подтвердить этот диагноз еще как бы хотел бы тоже сделать одно пояснение такое то что может представлять диагностическую вообще сложность вот кроме первого второго третьего типов даст выделяет еще так называемый регрессирующий вариант первый регрессирующий когда ну первый у нас чистокистозные а первый когда регрессирующие у нас вы кисты это в общем этот вариант он встречается у лиц более старшего возраста у которых например ну в связи с как бы отсутствием вероятно острой клинической необходимости в диагностике просто были выявлены на раннем этапе да там жизни какие-то кисты в легком они не подверглись диагностике то есть они просто за ними там производилось наблюдение а потом например либо ну поскольку они как бы морфологически клинически могут похожим образом себя вести с буллами например произошел разрыв там пневмоторакс допустим была удалена эта ткань и мы видим паттерн но в некотором смысле похожий на вот эту опухоль но при этом мы не видим собственно вот того солидного совсем компонента мизонхимального вообще и при этом имеем дело с человеком уже достаточно зрелым и видим что как бы это не прогрессирует как саркома это реально проблема с точки зрения дифференциального диагноза с буллами с реактивными процессами вот либо может быть с какими-то мальформациями в легком поэтому это такой как бы такая область на которой нет однозначного ответа как здесь быть ну вот в данном случае возможно как раз такой генетический тестинг поможет разобраться это все-таки мы имеем дело с этой опухолью или это больше какая-то мальформационная история или там булл или что-то в этом роде вот еще одна опухоль тоже достаточно редкой это опять же специфичная для легкого врожденная перебронхиальная миофибробластическая опухоль она формируется в период еще беременности либо в общем буквально сразу через некоторое время после рождения ну собственно говоря как бы гистологически она представляет из себя веретиноклеточную опухоль достаточно достаточно мономорфных клеток вот но однако как бы не таким неприятным фактором является достаточно высокая методическая активность еще более неприятным фактором является то что случаев с этой опухоль у вообще как бы в литературе описано очень мало в связи с этим трудно понять вот эта высокая методическая активность она как бы реально является здесь клинически значимый или нет ну потому что мы часто имеем дело с реактивными процессами с довольно высокой методической активностью тем не менее текущих ну как бы не злокачественно вот поэтому она ведь и называется так пока еще не однозначно не саркома опухоль вот но пациентов просто очень мало поэтому возможно в какой-то момент когда этих пациентов будет больше мы сможем более определенно сказать вообще какой у нее прогноз как с ней быть как вести себя с ней вот но тем не менее у нее уже удалось описать некоторые перестройки поскольку сейчас в общем генетическое тестирование является таким основополагающим при им такого рода исследованиях вот поэтому не уже успели например зафиксировать перестройки гена энтеркей собственно это делает ее близкой как минимум к энтеркей перестроенные в общем мехкотканные опухоли тоже было фибробластического ряда а вот еще есть такой вариант почему я об этой опухоли говорю после того как мы с вами только что поговорили о плеворопульмональной бластоме поскольку там вот в этом спектре есть еще одна опухоль которая даже в возе не выделена как бы как отдельная рубрика это фитальная легочная интерстициальная опухоль для нее в общем описаны перестройки гена алька так же как кстати говоря и перестройки алька в воспалительной миофибробластической опухоли которая тоже кстати говоря довольно чиста в легком вот просто были замечены ситуации как бы морфологически очень похожи вот на эту опухоль да ну пока провизорную единицу перебронхиальную миофибробластическую тем не менее с перестройкой млк поэтому это еще один вопрос вот неоднозначный в котором предстоит разобраться это спектр опухоли это одна и та же опухоль или все-таки разные единицы с похожей морфологией это в общем такой пока неоднозначный вопрос еще одна опять же опухоль тоже совершенно уникальная редкая первичная легочная миксоидная саркома вот с указанной фузии и wsr 1 сер и b1 вот это как правило эндобронхиальная опухоль но которая в общем проблема в ее диагностике заключается в том что ее иммунофенотип не специфичен то есть как вы видите тут все перечисленные маркеры как правило негативные то есть это скорее позволяет там исключить что-то другое вот ну правда вот есть экспрессия эпителиального мембранного антигена разве что в большинстве случаев вот но для нее важным является тот факт что там в отличие от опухолей названных ранее про нее хотя бы более-менее понятно что она как правило ведет себя клинически ну более или менее доброкачественно хотя в общем является саркомой обычно достаточно резекции то есть метастазы могут быть но очень редки то есть это такая саркома low grade с низким потенциалом злокачественности и собственно и морфологически тоже ее в общем гистология редко демонстрирует high grade черты да то есть там метозы в большом количестве либо там ядерный полиморфизм редко встречается в этом случае а так в принципе вот такая опухоль с эндобронхиальным ростом здесь нам немножко помогает клиника как правило отграниченный процесс вот с такой достаточно мономорфной морфологии с таким миксоидным матриксом но как-то вот совокупность этих данных позволяет в общем сориентироваться с нозологической единицей ну теперь пожалуй перейдем гемпоэтическим опухолем они в общем наверное может быть в каком-то смысле еще более обширная группа вот поскольку ну легкая да вот имеет вот эти вот названные скажем так саркомы которые мы с вами сейчас обсудили но каждый из них встречается очень редко а вовлечение легкая в ну в общем в гемпоэтический процесс опухолевый встречается несколько чаще вот и при этом гемпоэтические опухоли крайне разнообразные тут можно вообще далеко не один день говорить поэтому я бы хотел хотя бы сначала крупно обозначить группы чтобы хотя бы иметь представление с чем можно вообще столкнуться ну как бы в материале легкого ну собственно гемпоэтические опухоли да вот вообще можно подразделить на три группы да то есть это лимфоидные опухоли собственно говоря да лимфома это гистеоцитарные опухоли опухоли миелоидные вот ну я наверное позволю себе как раз конца начать от самого редкого чтобы как-то отмести да ну вот миелоидные опухоли это либо экстронодальное поражение миелоидными ликозами и здесь конечно отмести это чаще всего позволяет прецизионный анализ такого простого вообще метода как клинический анализ крови это очень облегчает нам жизнь вот потому что понятно что да миелоидные опухоли очень сложны в своей классификации и там масса спорных моментов и куча генетики но хотя бы это позволяет скажем так отмести и этого пациента да и перенаправить его в определенный там профильный стационар вот здесь там наличие определенной морфологии плюс там клинической картины крови с ликоцитозом выраженным да там с наличием атипичных каких-то ликоцитов позволяет уже как-то так отмести эти случаи вот но есть конечно и миелоидная саркома что в общем более неприятно то есть в данном случае имеется ввиду саркома не когда мы просто имеем инфильтрат при ликозе в легком а когда мы имеем на первичное поражение легкого собственно миелоидной саркома без представительства даже иногда в костном мозге и крови вот но здесь в общем да приходится конечно проводить дополнительные методы исследования иммуногистохимические в частности которые помогают нам миелоидные маркеры выявить в этой опухоли но это к счастью вот все-таки редкие варианты дальше наверное может быть более частый как бы поднимаемся наверх да вариант это гистеоцитарные опухоли ну вот мы о них отдельно поговорим более подробные самые вот важные для нас варианты это гистеоцитоз из клеток лангерганца он же гистеоцитоз икс и болезнь ордхайма честера мы как бы подробнее их обсудим с вами вот и лимфомы лимфомы это вот самая частая группа которая вот как раз наверное в скажем так в рамках короткого доклада не имеет смысла подробно обсуждать потому что ну как бы это это слишком широкая тема но просто следует помнить что они бывают они довольно чистые в легком понятно мы можем столкнуться со всем спектром как т так и б клеточными лимфомами ну вот отдельно у меня написано лимфома ходжкина собственно и в классификации гемпатических опухолей значится как отдельная единица хотя в общем в подавляющем большинстве случаев это действительно б клеточный опухоль правда со своими такими уникальными чертами вот ну очень редкие варианты в которых удалось доказать доказать т клеточную природу вот ну и просто я тут тоже пометил что лимфома ходжкина если это в большей степени для клиницистов наверное может быть стоит напомнить что если вы в принципе в своем заключении гистологическом который вы получили сталкиваетесь с такими словами как надулярный тип лимфоидного преобладания лимфомы ходжкина это так называемая не классическая лимфома ходжкина она имеет совершенно другое поведение ближе к диффузной баклеточной крупноклеточной лимфоме и соответствующим образом лечится то есть это как бы информация которая не лишена смысла это важная информация для клинической тактики это просто мне хотелось хотя бы затрагивая вообще эту группу опухолей хотя бы напомнить вот но теперь немножко поподробнее остановимся да на этих опухолях ну вот да если говорить о лимфомах я скажу хотя бы о самом частом варианте ну вот собственно говоря это лимфома которая часто первичной является для легкого это лимфома маргинальной зоны она же малт лимфома то есть микоз ассошеated lymphoid tissue вот собственно скажу сразу да как бы в дефиницию входит то что это индолентная лимфома сидит 20 позитивная опять же что наиболее интересно для клиницистов то есть это говорит о потенциальной чувствительности к ритоксимабу вот характеризуется понятно надолентным течением вот у нее не существует как правило экспрессии ну каких-то определенных там специфичных маркеров кроме баклеточной природы ну то есть как например мы видим фолликулярной лимфоми да там есть например экспрессии маркеров характерных для герминального центра да собственно предполагается что она оттуда развивается или там в лимфоми из клеток зоны манти это экспрессия циклин d1 в общем я думаю что многие с ней как бы сталкивались и знакомы в лимфоми маргинальной зоны как правило не обнаруживается экспрессии таких маркеров кроме как в общем того что мы видим пролиферат из вот таких мелких б-клеток с низкой пролиферативной активностью исходя из этого нередко к сожалению возникает ситуация когда нам тяжело ну установить точно именно неопластическую опухолевую природу инфильтрата вот тем более что фоновый инфильтрат как бы вторичный да из реактивный из т-клеток бывает очень выраженным и ну собственно воспаление то уж тем более как бы как правило при воспалительный фильтрат характеризуется разнообразием и т-б лимфоцитов вот поэтому это реально объективная диагностическая проблема и если ну да она далеко не во всех ситуациях к счастью появляется но в общем там не знаю процентов 10 наверное ситуации всех это с одной стороны мало с другой стороны но все-таки там допустим каждый десятый пациент это уже существенно существенно для нашего внимания для того чтобы обеспокоиться это действительно ситуация в которой приходится как-то прибегать к дополнительным еще каким-то методам исследования которые позволяют подтвердить клональную природу пролиферата но вообще кстати вот да если смотреть классификацию опухолей легкого воз ну и гемопатические опухоли тоже и там и там в общем все-таки они теперь уже более в более такой скажем назидательной форме рекомендуют нам использовать дополнительные методы для определения клональности либо монотепии хотя бы то есть рестрикции по легким цепям и иммуноглобулинов это можно сделать ему на гистохимически до определением капой лямбды либо гибридизации сиш опять же капой лямбде либо если нам не удается это сделать и морфология крайне неоднозначна тогда в общем приходится прибегать к более редким а к сожалению не везде еще распространенным методом исследования как полимеразная цепная реакция именно вот нацеленная на выявление клональной перестройки генов кодирующих цепи иммуноглобулина ну вот это так называемый протокол биомед 2 в общем хорошо для этого скажем так приспособлен ну вторая в общем важная на мой взгляд такая гемопоэтическая опухоль лимфоидная характерная именно для легкого это лимфоматоидный гранулематоз ну и в общем это достаточно интересная ситуация для того чтобы напомнить что в общем как бы вот мы там в саркомах когда ну не в саркомах а в микотканах опухоли когда мы имеем с ними дело то мы замечаем что там многие опухоли там дропе один с неопределенным потенциалом какие-то дроп 0 доброкачественные какие-то дроп 3 злокачественные low grade high grade какие-то вообще до сих пор непонятно какому какой степени злокачественности отнести вот а скажем в лимфомах вроде как на первый взгляд все так дроп 3 то есть ли скорее либо есть лимфомы либо нет и дальше вопрос ее грейда но тем не менее в общем-то и в лимфопролиферативных заболеваниях тоже существует небольшое количество единиц в которых я скажем так подразумевается не злокачественная природа а промежуточная степень злокачественности либо неопределенная в общем то часть случаев лимфоматоидного гранулематоза как раз является такими ситуациями в принципе из себя это представляет лимфоматоидный гранулематоз ну сразу скажу что это не лимфогранулематоз да то есть не только как раньше называлась лимфома ходжкина слово похоже но совершенно другая история вот и не гранулематоз вообще то есть это не гранулематозное воспаление но действительно это пролиферат такой формирующий что-то наподобие узла действительно вот поэтому может быть клинически выглядеть как гранулема вот но гранулема собственно не является это такой пролиферат лимфоидный который представлен смесью очень разных клеток его как бы ведущим неопластическим как бы компонентом являются трансформированные инфицированные вирусом Эпштейн-Барбе клетки вот которые морфологически укропнены в разной степени либо имеют морфологию монобластов либо там центробластов в большей степени как например при диффузной баклеточной крупноклеточной лимфоме вот либо что-то наподобие клеток ходжкина даже и вот они экспрессируют cd-20 они сохраняют баклеточную программу ну что опять же кстати говоря важно для терапии потенциально ретоксимабом тем не менее они активированы и имеют экспрессию cd-30 также как скажем и лимфома ходжкина и вот но в отличие от лимфомы ходжкина обычно не экспрессирует cd-15 все таки вот и кроме этих ведущих клеток есть разнообразный фоновый инфильтрат не который состоит из тех лет клеток и гистиоцитов главным образом вот поэтому это такой инфильтрат может представлять диагностическую сложность но таким ключевым как бы гистологическим маркером этого процесса является его ангиоцентричность и ангиодеструктивность в принципе вот на первой до микрофотографии там обзорной окраски гематоксилина моазином видно в принципе да что вот у нас на фоне вот этой все розовые скажем так массы соединительно тканной на фоне фиброза у нас действительно вот эти вот более фиолетовые да клеточные участки они сконцентрированы вокруг сосудов вот собственно это как раз ключевой момент в этой опухоли вот а в общем на второй микрофотографии это вот замечательная гибридизация инситу сиш к рнк вируса пштейн бар но это в общем прекрасный метод который есть для винтаны но он характеризуется довольно высокой там специфичностью чувствительностью пожалуй за исключением наверное одной ситуации это плохая обработка материала вот то есть мы заинтересованы в материале прежде всего вот опять же хорошо фиксированным это казалось бы так просто но это больше наверно вопрос тем кто доставляет материал нам то есть в патологоантомическое отделение его позаботиться о качественной фиксации вот потому что рнк это вообще такая структура довольно нежная которая быстро деструируется распадается и мы можем потом в общем не получить позитивную реакцию там где могли бы ее получить при окрашивании а в принципе в остальной категории ситуации достаточно чувствительный очень хороший метод и легкий в интерпретации а тем более что в общем great да ну то есть степень злокачественности лимфоматоидного гранглематоза и соответственно его как бы форма злокачественная и с промежуточным потенциалом злокачественности как раз разделяется в зависимости от количества вот этих вот опухолевых эпштейн бар позитивных клеток приходящихся на как бы определенную площадь то есть вот как раз границы это 40 и 400 эпштейн бар позитивных клеток на миллиметр квадратный но в пересчете там на ваше поле зрения микроскопа то есть как бы все что меньше 40 это great 1 все что great 2 это между 40 и 400 а все что больше это great 3 и как раз уже рассматривается как злокачественные в общем лимпопролиферативный процесс то есть в общем как полноценная развернутая лимфома вот такая специфичная анзология в общем легкая достаточно характерная локализация для этого процесса ну в общем дальше перейдем наверное все таки уже гистиоцитарным опухолем которые тоже именно вот специфичны для легкого это болезнь ордхаймчестера которая вызывает массу вопросов и проблем диагностических и тактических вот потому что долгое время вообще как бы было непонятно опять же как трактовать это это состояние это вообще реактивный процесс или эту опухоль если опухоль опять же то какая дробь 1 дробь 3 чем было непонятно сейчас болезнь ордхаймчестера в общем более или менее решили что она быстро прогрессирует плохо поддается терапия прогноз у пациентов к сожалению плохой поэтому в общем назвали ее злокачественной опухолью все-таки вот буквально в последних пересмотрах разных классификаций ну как бы она не только в легком встречается везде где она встречается вот но тем не менее у нее есть еще одно такое состояние близкое которое в общем пока до сих пор еще вопрос является ли полноценной опухолью а гистологически очень похоже это юмильная оксанта гранулема как бы гистологически это в общем пролиферативный процесс из гистиоцитарного вида клеток вполне таких не особенно чем чем-либо выделяющихся кроме пенистоцитоплазмы и дальше в них позитивные абсолютно стандартные макрофагальные маркеры cd163 68 cd14 cd4 13 фактор фасцин еще кстати говоря вот ну и понятно негативные маркеры характерные для клеток лангерганца то есть это cd1 и лангерин вот но и 100 может быть как позитивным так негативным но вообще реже чаще все-таки негативные но это не очень помогает дифференцировать с вот этой юмильной оксанта гранулемы гистологически и могут быть из этих клеток могут формироваться гигантские многоядерные это в общем их естественная способность этих гистиоцитов даже как бы в опухольном контексте формировать такие клетки вот поэтому здесь тяжело дифференцировать единственного что вот не все таки как бы клинический контекст но ювенильная аксанта гранулема несколько чаще встречается в мягких тканях она ювенильная то есть она встречается все-таки у лиц детского возраста чаще чем болезнь ордхайма честер ордхайма честер это все-таки для более в общем возрастных пациентов вот и плюс еще как бы поражение длинных как бы трубчатых костей это в общем тоже такой более характерный маркера именно для болезни ордхайма Честера. И он, в общем, очень рентгенологический, очень специфичный. Его рентгенологи, как правило, узнают. Ну, конечно, бывают исключения. К сожалению, неприятность заключается в том, что она может быть и первично в легком, и пока еще без вовлечения длинных трубчатых костей. То есть это, в общем, такая проблема. Но вот есть еще один способ их различить. Это мутация Бираф ВИШИСОТ-И. Очень известная, популярная мутация, потому что на нее есть, опять же, к счастью, терапия блокаторами Бираф сейчас. И в разных категориях опухоли ее сейчас пытаются исследовать ее наличие. Она, к сожалению, тоже не стопроцентный дескриптор, потому что и там, и там бывает. Но все-таки чаще встречается в болезни Ротхайма и Честера, чем в ювенильных сантагранулеме. То есть это такой, кроме того, что это предиктивный фактор, все-таки еще и позволяет диагностически их дифференцировать. Ну, а рентгенологически, кстати говоря, у нее тоже есть довольно характерный признак, который объединяется ее все-таки, объясняется ее микроскопическим строением. Этот, в общем, пролиферативный процесс располагается в основном вдоль сосудов, вот как показано на второй микрофотографии. И это настолько такие сильные пролифераты, выраженные с выраженным реактивным фиброзом, что, в общем, это создает соответствующую картину именно прямо вдоль сосудов, такую характерную на компьютерной томографии. Но, в общем, это действительно неприятная достаточно нозология с клинической точки зрения. Это, наверное, наиболее интересно. быстро прогрессирует, соответственно, дисфункция легочная. Химиотерапия не очень помогает. Раньше пытались лечить это состояние кладребинным цитостатиком. Ну, некоторых, в общем, успехов удавалось достичь, но относительно. Сейчас все-таки вот в большей степени можно применить блокады блокады реберафа. Это как-то позволяет все-таки улучшить прогнозы таких пациентов. Вот. Начну второе состояние гистиоцитоза складок лунгерганца. Здесь, в общем, как правило, такой не встает проблема дифференцироваться, к счастью, с предыдущим хотя бы состоянием. Вот. Потому что и морфология достаточно характерная. То есть это такие пролифераты с очень характерной цитологией клеток. Это вытянутые такие гистиоцитоза одного вида клетки, хотя, в общем, они по своему гистогенезу предполагаются в большей степени не макрофагального ряда, а дендритно-клеточного. Ну, во всяком случае, предположительно. Вот. У них такие вытянутые ядра с бороздками. Ну, кто-то это, в общем, сравнивает с таким свернутым, скрученным полотенцем, кто-то с кофейными зернами. Вот. И достаточно характерным таким, характерной чертой является выраженная фоновая зенофильная инфильтрация. Вот. Вплоть до образования зенофильных абсцессов. Вот. Ну, и тоже и как бы иммуногистых химически, как я уже сказал ранее, да, то есть здесь как раз наоборот. Вот такие макрофагальные специфичные маркеры, они обычно негативны. Скажем, S1, лангерин, CD1A очень характерны для этой категории опухолей. Вот. Но другое дело, что здесь как раз вот клинически, наверное, более интересно вот не вот эти тонкости иммуногистохимические, да, дифференциального диагноза за болезнью Ордхаймчестера, наверное, а потому что это состояние тоже не очень-то хорошее и может диссиминироваться, поражать разные органы, кроме легкого. А вот как раз наличие БИРАВ. Вот. Единственное, что как бы тут стоит сказать, что иммуногистохимия как бы к мутантному белку БИРАВ, вот, кодируемого соответствующим мутантным геном, да, с как бы с мутацией ВИШ-СОТ-И, она более, в общем, успешна именно в ситуации гистеоцитоза из клеток лангерганца, чем вот болезнь Ордхаймчестера. Там в большей степени как бы иногда приходится прибегать к генетическому исследованию. Вот. Но тем не менее, она есть и там, и там, поэтому все-таки у нас, к счастью, есть тут, в общем, способы, как это выявить, и, в общем, хотя бы есть блокаторы БИРАВ. Вот. Ну и напоследок мне хотелось бы тоже еще одну внести ремарку, чтобы дать понимание, что все еще сложнее, чем кажется на первый взгляд. Ну вот я уже сказала, что, в общем, все лимфоидные опухоли обсуждать трудно, в общем, в коротком докладе. Но стоит помнить, что кроме вот названных вариантов, которые частые первичные в легком, вот, ну, как бы их в первую очередь мы обсудили, о них следует помнить. Дальше может быть абсолютно всевозможное вторичное вовлечение легкого в, в общем, другие лимфопролиферативные процессы, самые разные. Ну и, в общем, тут я просто выбрал ситуацию, с которой мы однажды столкнулись. В общем-то, это непростая ситуация. К счастью, у нас был первичный биоптат. Это такая Т-клеточная лимфома, эпителиотропная, антестинальная, мономорфная, CD8-позитивная, из цитотоксических клеток. Вот. Сложность заключается в том, что если вы, ну, как бы вообще, хотя бы так, грубо, приблизительно посмотрите на классификацию Б-клеточных лимфом, то там более-менее понятно, что есть агрессивные, ну, более-менее, да, есть индолентные. Там, и они как-то худо-бедно привязаны к нормальной дифференцировке Б-лимфоцита к там разным структурам лимфоузла. Там зоны мантии, там, фолликулярные лимфомы, да, понятно, что там из герминативного центра. Ну, как-то там более-менее можно вообще объять эту классификацию, и увидев эти признаки, пусть даже, может быть, как бы, ну, такие ложные, связанные с дифференцировкой в биоптате, можно более-менее сориентироваться с диагнозом. То есть, если вы обратите внимание на классификацию Т-клеточных лимфом, она сразу производит впечатление более такой гетерогедной, разнородной, менее системной, тяжелой вообще для восприятия и, соответственно, для диагностики, потому что понятно, что диагнозы ориентируются на классификацию, когда сталкиваются с, особенно, с редкими вариантами. Вот. И самое главное, что так, если присмотреться, то складывается впечатление, что большая часть низологических единиц привязана к тому или иному, к той или иной локализации. То есть, там много кожных лимфом самых разных, достаточно много, там, как минимум, 4 штуки специфичных именно желудочно-кишечных вариантов именно Т-клеточных лимфом. Вот один из этих вариантов, вот, как раз представленный на слайде. И понятно, что, как бы, если это, как бы, ее локализация является ведущим диагностическим критерием, ну, во всяком случае, основным, который позволяет зацепиться и дальше там какие-то применить дополнительные методы, то очень тяжело распознать этот диагноз достоверно в локализации, которая вовлечена вторично, в данном случае, в легком. Вот, потому что, в принципе, если ты сталкиваешься с биоптатом легкого, вот, как мы и столкнулись, у нас просто, к счастью, был материал до этого желудка, вот, с поражением этой лимфомой, то очень тяжело там не поставить какую-то другую Т-клеточную лимфому или лейкоз. Вот. Это реально проблема. Поэтому здесь очень важна, очень важна клиника-морфологическая корреляция. И, как бы, тут, как бы, посыл клиницистам для того, чтобы вы нам давали максимум информации. Ну, понятно, что максимум информации, с одной стороны, дать сложно. Тут, как бы, полка о двух концах. А нам сложно, там, я не знаю, три тома истории болезни при работе с одним биоптатом проработать, если, там, у тебя их 20 в день. Это, безусловно, трудно. Поэтому, безусловно, нам вряд ли помогут, там, прививки, которые выполнены этому пациенту в его детском возрасте. Но хотя бы, там, например, онкологические заболевания, хотя бы такая важная, крупная, грубая информация, с которыми сталкивался этот пациент, особенно в последние годы. Но она является основополагающей и очень важной, с одной стороны. С другой стороны, это посылка патологоанатомам при наличии такой возможности дополнительно запрашивать у клиницистов эту информацию, потому что она вам может реально очень помочь. Тем более, да, вот, как я уже сказал, ну, не всегда легко вот выстроить четкие правила, вот точно какая информация нам поможет, какая нет. Иногда патологоанатомам немножко легче понять, что им поможет, и запросить это дополнительно у клиницистов там. А нет ли у пациента вот этого, или не было ли у него вот этого, и не болел ли он вот этим. Вот. Поэтому здесь вот это реально пример такой очень сложной ситуации, где помогает вот такая вот, скажем, корреляция. Но если говорить о конкретной опухоли, это очень плохая опухоль из цитотоксических лимфоцитов, хотя далеко не все, надо сказать, скажем так, лимфомы из цитотоксических клеток являются такими уж агрессивными. Вот. Там есть, например, однокожная форма с поражением акральных сайтов, довольно доброкачественная. Есть с поражением желудочно-кишечного тракта, тоже, как правило, CD8-позитивных лимфоцитов, довольно доброкачественная, которую предлагают как дробь 1 кодировать. А этот вариант очень агрессивный, как все-таки большинство вот этих клеточных лимфом, и несмотря даже на мелкоклеточную морфологию, да, опять же, вот такой, как бы, подвох. То есть тут не работает логика стандартная для б-клеточных лимфом, где мелкие клетки, скорее всего, более позитивный прогноз, более крупный, более негативный. Потому что вот, пожалуйста, на следующей даже хотя бы картинке вот мелкие клетки, а КИ-67 очень высокий. Вот. Ну, в общем, это вот такая объективно сложная ситуация, с которой мы столкнулись, и таких ситуаций, может быть, к сожалению, много. Ну, вот нам с вами приходится для этого кооперироваться друг с другом, чтобы как-то разрешить эти ситуации. Спасибо за внимание.